С тех пор, как 10-12 тысяч лет назад человечество одомашнило растения, рост и накопление их числовида, используемых, просто катастрофический. Сейчас используется диких и культурных видов примерно 7 тысяч, но есть одна проблема. Если взять всю энергию, получаемую человечеством из растительной пищи, то 95% этой энергии получается всего лишь от 30 видов растений, а 60% всего лишь от 5 – это пшеница, рис, кукуруза, просо и сорго. Очень важно сохранить генетическое разнообразие для этих культур. Легко представить, что случится, если какая-то из этих культур пропадет или будет какая-то эпифитотия. А генетическое разнообразие просто огромное. По данным ФАО, пшеницы существует более 85 тысяч сортов, риса – более 75 тысяч сортов. Это только сорта. А есть большое количество линий, в которых есть какие-либо гены уникальные. Их тоже необходимо сохранить. Сужение генофонда, вымывание каких-либо генов, вымывание, высловное, конечно. Это явление называется генетическая эрозия. К чему оно может привести? Хорошо видно на примере банана. Банан – это вегетативная размножаемая культура. В диких видах есть семена, в культурных уже их не осталось. И разнообразие банана сократилось примерно до 200 сортов. И вполне возможно, что он вымрет из-за ряда болезней. В первую очередь, панамской черной болезни банана. Для того, чтобы не происходила генетическая эрозия, сократить и сохранять генетическое разнообразие, необходимая координация усилий многих стран, генбанков и все это такое. Этим занимается организация под названием ФАО, о которой я уже упоминал. Это продовольственная и сельскохозяйственная организация при ООН. Девиз этой организации – помогаем построить мир без голода. При этой организации была создана другая организация под названием Bioversity International. Эта организация занимается разработкой программ и координацией усилий в сфере генетических ресурсов растений. Все взаимодействия в Европе происходят в рамках европейских корпоративных программ. Вот их эмблема. Но есть проблема взаимодействия. Генбанки различных стран должны знать, что есть в генбанках других стран, для того, чтобы не дублировать, запросить какие-то образцы. Для этого создана в рамках европейских корпоративных программ поисковая система под названием EORISCO. Ею могут воспользоваться, в принципе, любые люди, любые организации. Не обязательно для этого нужно быть в составе европейских кооперативных программ. Также есть два основополагающих документа в рамках генетических ресурсов. Это первая конвенция по биоразнообразию, которая была принята в 1991 году. И на данный момент около 190 стран ее подписали. Главный тезис, там очень много всего описано, но главный тезис, то, что распоряжаются генетическими ресурсами и генетическим разнообразием в стране, национальное правительство. И эти ресурсы принадлежат этим странам. И второй основополагающий документ – это международный договор о генетических ресурсах, который был подписан, по-моему, в 2004, а принят в 2006 году. Его подписали тоже более 100 стран. И он координирует всю работу в этой сфере. Не у всех стран есть достаточное средство для сохранения генетических ресурсов, их изучения. Для этого был создан глобальный траст-фонд по разнообразию хозяйственных культур. Страны, которые входят в этот траст-фонд, представлены на этом слайде. Большие кружочки – это те, кто дал больше денег. Но маленькие кружочки – это тоже люди странные, которые предоставляют не деньги, они предоставляют информацию, они предоставляют образцы. Базисом глобальной мировой системы генетических ресурсов является международный центр изучения и сохранения растений. Самый известный такой центр – это зелененьким обозначен, это Симмет, центр по изучению пшеницы и кукурузы в Мексике. Он имел большое значение в так называемой зеленой революции. Вот этот маленький синий кружочек – это глобальное хранилище в Свальбарде, о котором я буду рассказывать больше. Просто запомните, что оно находится здесь. Как эта система работает, я расскажу на примере Икарда. Это центр по изучению культур в засушливых условиях, которые находятся в Турции. Они собирают громадное количество сортов и линий, также у них есть свои селекционные программы, изучают их, составляют блоки по пакеты, так называемые, или питомники, по каким-либо признакам. Например, стойкость к болезням или стойкость к засушливым условиям. Передают информацию всем, кто подписал международный договор, о котором я говорил раньше. И люди, страны, точнее, или генбанки отдельные, могут заказать у них питомники, да хоть все. Все это делается за счет Икарды, транспортировка, все. Единственное, что они требуют, это предоставлять информацию о изучении, какой-то минимум. И по возможности присылать свои тоже образцы в этот центр. Какие бывают способы сохранения? Глобально их можно разделить на две группы. Это институ и экситу. Институ – это в естественных условиях. Или, если касательно культурных растений, это те условия, та местность, где эти культуры приобрели свои черты, свои гены. Экситу – это сохранение в неестественных условиях. И, наверное, это наиболее экономичный и перспективный способ сохранения разнообразия растений. В неестественных условиях можно разделить тоже на два вида основных. Это в неконтролируемых условиях и в контролируемых условиях. Какой плюс в неконтролируемых условиях? Любые образцы их нужно изучать. Не просто заложить где-нибудь, а изучить и определить, какие стоящие, почему их стоит закладывать. Это происходит в ботанических садах, в селекционных центрах и в генетических центрах, в полевых коллекциях. Однако у этого способа есть ряд проблем. Он, во-первых, трудоемкий. И, второе, много денег. Для примера я расскажу, сколько стоит сохранение двух с половиной тысяч образцов лука в генбанке Германии. В полевая коллекция содержать это количество – это 150 тысяч евро в год. А криосохранение всего лишь 37 с половиной тысяч. Разница налицо. Какие бывают типы генных банков? Это как раз контролируемые условия. Бывают банки семян. Это просто закладывают на долгосрочное хворонение семена. Но не все образцы, все семена можно высушить до нужных условий. И часть растений размножается в вегетативной. Для этого созданы банки тканей, криобанки и банки пыльцы. Сколько же существует генбанка в мире? По данным ФАО существует сейчас 1750, ну плюс-минус какое-то количество генбанков в мире. И они хранят более 7 миллионов образцов, примерно 7 с половиной миллионов. Самый большой генбанк в мире – это генбанк США. В Европе самый большой генбанк России. Также громадный второй, наверное, по величине генбанк Германии. Генбанк Украины тоже немаленький, один из самых больших. Он содержит более 1200 видов растений и более 140 тысяч образцов. Самый известный генбанк – это всемирное семихранилище в Свальборде, как я вам показывал на острове Шпицбергене. Сделано оно в вечной мерзлоте. Семена хранятся при минус 18 на глубине 19 метров. И рассчитано оно на хранение 4,5 миллионов семян. На данный момент оно даже наполовину не заполнено, но продолжает заполняться. Там есть и наши семена, конкретно из Харькова, примерно 1300 образцов пшеницы твердой и мягкой. Важным показателем является, сколько семена могут храниться. Их можно разделить по типу хранения на три группы. Первая группа – это микробиотики, которые могут храниться меньше трех лет. К ним относятся соя, рис и другие, которые показаны на слайде. Мезобиотики – это растения, семена которых могут храниться. От трех до 15 лет. Из самых важных – это кукуруза, рожь, подсолнух и горчица. И третья группа – макробиотики. Более 15 лет. На самом деле, это самая большая группа. И в нее входят наиважнейшие культуры. Такие, как пшеница твердая, мягкая, горох, ячмень и другие культуры. Несколько слов скажу о рекордах. Долголетие. В середине прошлого века в высохшем озере Маньчжурии были найдены семена лотоса индийского. Первоначально определили их возраст примерно 160 лет. Однако, потом радиоуглеродный анализ показал, что они пролежали там чуть больше тысячи лет, ну плюс-минус 200. Большинство из них взошло. Другой пример. На северо-западе Канады, тоже выше Сакшем озере, были найдены семена люпина арктического. На слайде. Им больше 10 тысяч лет 6 образцов взошло. И последний пример – это амарант, семена которого были найдены в долине Мендоса Аргентина. Им 3 тысячи лет и несколько штук, по-моему, 3 тоже взошло. Вот такие вот рекорды. Несколько слов скажу о том, как обстоят дела в Украине и вообще, как это происходит. В Украине есть генетический центр, он находится в Харькове, метро Маршала Жукова, если кому это интересно. И есть 34 организации соисполнителей. Для чего это нужно? Часть сортов проходит так называемое экологическое испытание. Они высеваются одни и те же в разных условиях и потом сравниваются. Также есть условия, естественно, которые, вернее, образцы, которые могут, например, на юге выращиваться или на западе, в Харьковской области выращиваться не могут. Как все происходит? Сначала все происходит в 3 этапа. Сначала происходит интродукция, то есть поиск семян, заказ, в том числе из тех центров, семи токарда, о которых я говорил раньше. Здесь их высевают в карантинных питомниках и начинается второй этап – изучение. После изучения и отбраковки выбираются наилучшие образцы и закладываются в хранение на тоже минус 18 у нас. Сейчас в разных странах, кстати, хранение от минус 18 до минус 22 долгосрочное. И время от времени, скажем, раз в 10 лет, вообще зависит от культуры, проверяется их схожесть, проверяется схожесть на так называемых контролях. Через 30-40 образцов закладывается один из этих образцов, который отвечает определенным признакам. Его вытаскивают, чтобы не раскрывать все, определяется всхожесть. Если всхожесть падает для разной культуры, этот показатель тоже разный, пересевается и закладывается заново. Ну и последнее, что я хочу сказать, что на самом деле поучаствовать в сохранении генетических ресурсов может каждый. Дело в том, что большое значение имеет сохранение местных или так называемых стародавних сортов. Эти сорта любят выращивать у себя какие-то дачники, бабушки, которые... Возможно, они не имеют большого значения, они низкоурожайные, но в них могут быть какие-то гены, которые пригодятся в будущем, могут противопоставить различным эпифитотиям, ну и вообще будут полезны. У меня все, спасибо за внимание. Спасибо большое за лекцию. Вы сказали, что разные семена имеют разный срок хранения. Скажите, что происходит с этими семенами в генбанках, когда срок хранения истекает? Ну и я уже сказал, их пересевают, собирают и закладывают снова. А скажите, вот такие семена сохраняют в генбанках только для культурных растений, в плане которые полезны, или какие-то ничего интересные сорта? На самом деле большинство образцов, которые содержатся в генбанках мира, они не полезны с точки зрения урожайности или каких-то других признаков. Но они обладают, может, каким-то уникальным фенотипом, содержат какие-то уникальные гены. Плюс, на самом деле, я, может, не акцентировал на этом, очень много содержится диких растений, семена диких растений, не только культурные. Это тоже важное. То есть в нашем генбанке 1202 вида растений, ну, минимум половина это дикие какие-то растения. Какова вероятность того, и какова степень, так сказать, хреновости данных видов растений в старшее время? То есть я хочу сказать то, что, какова вероятность того, что скоро все растения исчезнут? Растения вряд ли исчезнут. Некоторые могут. Как я сказал, у тех, у которых сужено генетическое разнообразие, они могут подвергаться различным факторам среды, могут болезни их уничтожить, могут вредить. Или просто у них не будет достаточно генетического разнообразия, чтобы они противостояли этим факторам. Но в целом угроза небольшая. Кроме того, я не сказал в своей лекции, большинство из образцов дублируются в разных генбанках. То есть не просто в один день заложили, они дублируются. То же хранилище в Свальбарде дублируется во многих европейских генбанках. Наши образцы, по-моему, дублируются в генбанках Словакии. Во время вашей лекции у меня появился такой вопрос. Как работают банки пыльцы? Неужели пыльцу собирают так же, как семена, запечатывают в банки и хранят? Нет, их замораживают с помощью жидкого азота. Что с семенами происходит такого внутри, что они утрачивают свою жизнеспособность и не взойдут после 15 лет? Различные физиологические и биохимические процессы. А можно я тоже вопрос задам, чтобы разрезать установку? А вот эти ваши банки семян, они защищены от радиационного излучения? Если взорвется атомная бомба над Украиной, вот этот банк семян, он нас спасет? Он спасет наш город или нет? Не спасет. На самом деле все эти семена хранятся в ароматных холодильниках с толстыми стенками. Так что более-менее они защищены. Но от ядерного оружия вряд ли. Благодарю за лекцию. Это водительно-познавательно и интересно. Я хотел задать вопрос об актуальности. И вообще имеет ли смысл наличие таких банков в условиях, когда буквально каждую секунду, по миру, циркулируют миллиарды генов, переносимых вирусами и вообще мутациями. К примеру, вы можете опылить гербицидами определенное поле, и через 2-3 сезона эти сорняки перестанут погибать. Они выработают резистентность. То есть у них появится мутантный ген, который противостоит этим гербицидам. То есть человек, так же, как и другие животные, в средстве растительной ядной животной поедали растения, появились шипы, так же из-за климатических условий. Точно так же человек является фактором, ничем не отличным от других натуральных факторов, которые приводят к генетическому разнообразию в мире. Насколько актуальны тогда вот эти хранилища, учитывая ход вот этой генетики? Во-первых, как я сказал, для того, чтобы противостоять всем этим резистентным вредителям, болезням и всего остального, нужно генетическое разнообразие. То есть это главная цель, собственно, ген-банков. Плюс у многих старых каких-нибудь местных сортов есть на самом деле какие-то гены стойкости к новым патогенам. Есть примеры, когда исчезновение сорта привели к вспышкам. Ну и в целом, на самом деле, это такой себе бэкап против этого всего. Ну, я скажу, что тут уже передо мной лектор говорил, что он планирует про электродвигатели и про это. А я планирую больше, еще одну лекцию, больше про генетическую эрозию, где подробнее отвечу на ваш вопрос, наверное. У меня есть товарищ, который работал какое-то время в корпорации «Монсанто», вам, видимо, известно. Они практически полностью монополизировали промышленное производство зерновых семян для посева. И большая часть разработок трансгенозных тоже там у них. И он утверждает, что уже давно разработаны сорта и технологии, которые, в принципе, позволят более чем накормить всех людей, даже больше. Но это не очень выгодно делать. Что вы думаете по этому слову? Спасибо. Да, невыгодно. И на самом деле, главная проблема не в том, что нет высокоурожайных сортов или каких-то других. На самом деле, главная проблема в перераспределении ресурсов в мире. Но, с другой стороны, всегда будут, как уже говорили, новые бактерии, новые грибы, новые вредители, новые сорняки, которые будут приспосабливаться, приспосабливаться, приспосабливаться. С тем же бананом, о котором я говорил, грибы развиваются быстрее, чем человек пытается создать новые сорта бананов, устойчивые к этим патогенам. Значит, вся эта вещь называется демографическим переходом. В чем фишка? На первой фазе демографического перехода мы наблюдаем примитивное общество, в котором очень высокая рождаемость и очень высокая смирность, по большей части детская. Продолжение следует...